Всем привет! И сегодня мы с вами будем делать или печь орешки. Домашние, вкусненькие. Вот с такой вот начинкой. Это сгущёнка, варёная сгущёнка. Я всегда раньше делала рецепт совсем другой. А в этот раз решила сделать рецепт новый. Я сейчас скажу, что нам нужно для орешков. 250 грамм маргарина, 4 яйца, 150 грамм сахара. Но если мы будем делать сгущёнку, то я лично взяла поменьше. Я взяла 100 грамм сахара. Одна пачка ванилина и одна пачка бакпульвер. Щепотка соли и 450 грамм муки. Всё, теперь начинаем это всё смешивать. Масло я вот уже здесь растопила. Оно мне маленько остыло, и я его размешала вместе с бакпульвером. Потому что я не люблю бакпульвер просто высыпать или в муку, или в сахар. Оно маленько должно пениться с какой-то жидкостью, например, как с маслом. Я вообще, знаете, что решила? Не всегда ведь есть, что снимать. Не всегда там поговорить есть о чём. Поэтому я решила два-три раза влоги сделать и один раз готовка. И вот если вам это интересно, то можете со мной оставаться. Вообще я редко делаю орешки. Вафли, да. Вафли я делаю часто. А вот орешки почему-то редко. Так, сейчас всё смешаю и потом опять вернусь. Так, тесто я размешала миксером. Вот такой вот массы у меня получилось. Так, что убираем это в сторону и достаем нашу орешницу. Это у меня всё. И орешница, и ваферница. Здесь всё. Два в одном. Даже три в одном. Здесь, видите, как орешки делать. Это всё можно вытащить и вставлять вот эти вот, где вот я пекла вафельки. И потом ещё есть такая же форма, только там, по-моему, грибочки, звёздочки, ракушки какие-то. Но я их ни разу не делала. У меня только вот использую вафельницу и орешки, и всё. Этой вафельницу у меня, наверное, уже лет 6-7. Довольно. Покупала я её в Альде. Вы тоже? Лично я вот, когда тесто делаю, я всегда потом вот эти вот облизываю. Вот если я делаю вафли или орешки, это моё самое любимое. Мне кажется, тесто все едят. Ну, может быть, в детстве, а я, наверное, запоздала чуть-чуть и до сих пор ем тесто. Я вот, например, не помню, чтобы мы в детстве... Она у меня греется. Я не помню, чтобы мы в детстве дома стряпали орешки. У нас такого не было. Там вафли, другое всякое стряпанное. Это было всегда полно. А вот орешки почему-то мы никогда дома в России не стряпали. Может, у нас орешницы не было, я даже не помню. Но помню, что когда в школе вот были всякие чайпития, вот дискотеки, знаете. И кто-то, какая-то одна из мам всегда приносила вот целую такую тарелку большую вот этих вот орешков. Это такое было счастье, это такая была вкуснотень. И вот у меня вот с детства осталось воспоминание, как вот орешки, связанные с чем-то вот со школой, с школьным классом. Ну, приятное такое воспоминание. Так, все, нагрелось. И маленькими чайными двумя ложечками мы будем заполнять наши вот эти вот гнездышки. Только совсем чуть-чуть, потому что оно будет выбегать. И вообще, я вам сейчас признаюсь, если я орешки делаю для себя, что только вот мы, чтобы вдвоем кушали, я никогда их, вот когда слепили, вот края вот такие бесформенные получаются, я их всегда оставляю. Ну, для нас это ничего страшного. А вот если я знаю, что кто-то придет там в гости или еще что-то, тогда я вырезаю и делаю аккуратненько такое, аккуратненький орешек. Так что все, начинаем стряпать. Ну, и еще чуть-чуть осталось. Здесь я их обрезаю. И вот тут они уже почти готовы. Здесь крошки. Сейчас, когда зелененькая загорится, кнопочка, лампочка, значит, уже готова. Такая вот сгущенка. Что-то не загорается. Загорелась. Все. Вот такие вот орешки вкусненькие, красивенькие мы с вами напекли. На эти орешки у меня ушло час и 45 минут. Они очень вкусные и рецепт очень нехороший. Так что, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok